Здравствуйте, дорогие мои подписчики и зрители канала! В прошлом видео я вам говорила о том, что правящие политики запустили компанию по ограничению цен в магазинах на продукты первой необходимости, на продукты питания. И я специально вас просила написать комментарии, что вы думаете по этому поводу. Комментариев было достаточно много. Кто-то говорил, ой, как хорошо, мы всегда любим, чтобы что-то было дешевле. А кто-то говорил, я не верю. И, конечно, в наших кругах тоже идёт спор, вопросы, как это всё будет происходить, как нам догнать и перегнать Литву и Эстонию, желательно. Вот, поэтому в газете очень, ну и в разных газетах сейчас очень много статей на эту тему, да. И поэтому я вас тоже хочу познакомить сегодня, да. Статья называется так. Популизм и пустая болтовня. Как торговые сети реагируют на предложение политиков снизить цены на продукты питания. То, что говорят политики, это одно, а как торговые сети на это реагируют, это уже другое. Поэтому мы сегодня с вами разберём эту тему. Хорошо? Правящие политики запустили кампанию по ограничению цен на продукты питания первой необходимости. Даже усмотрели признаки картельного сговора крупных сетей. Обещают к концу года принять решение по обузданию аппетитов торговцев. Но пока не ясно, какие. Портал Delphi, куда я всегда обращаюсь, вы знаете, узнал, что думают о снижении цен и обвинения в сговоре представители самих сетей. Риме, Лидл и Максима. И Латвийской ассоциации торговцев продукции. Есть общее понимание, что в Латвии не существует настоящего свободного рынка между супермаркетами. И цены на продукты зачастую необоснованы, утверждает глава парламентской фракции нового единства Эдмунд Юревец. До конца года Министерство экономики взялось подготовить предложение по потолкам наценок на продукты питания. Планируется устранить разницу в подходах к ценообразованию на местные и импортные товары. И способствовать увеличению доли местных продуктов на прилавках. Министр Виктор Валайнис намерен внедрять европейский опыт. Например, во Франции запрещают утилизацию продуктов. По его словам, это может побудить снижать цену на товар за 4-5 дней до истечения срока годности, а не в последний день с последующей передачей продуктов обратно производителям. Есть ли в Латвии картель супермаркетов? Эдмунд Юревец объявил, что, по его мнению, в супермаркетах Латвии можно наблюдать признаки картеля. Совет по конкуренции Латвии такое предположение опроверг. В ходе надзора за рынком не было выявлено никаких признаков возможного сговора между его участниками. Например, усматривается значительная разница в ценах на одни и те же продукты в разных торговых сетях. По всей корзине продуктов питания, изученной в ходе мониторинга рынка, разница цен между самой дорогой торговой сетью и второй по дороговизне составила до 60%, а между второй и третий – до 30%. Исполнительный директор Латвийской ассоциации торговцев продуктами питания Норрис Крузетес считает, что политики вводят в заблуждение жителей, а отраслевые организации вполне могут подавать в суд за клевету. По словам Крузетеса, регулирование цен – это политика Советского Союза, Северной Кореи и даже Венгрии, чьи эксперименты привлекли внимание Еврокомиссии. Суд ЕС выявил нарушения в действиях венгерского правительства по установке потолка цен. Крузетес напомнил, что лучшие механизмы снижения цен – рыночная экономика и сильная конкуренция. А предложение регулировать наценки и необоснованное обвинение бизнесменов в уголовных правонарушениях – это последнее, что стимулирует новых игроков прийти на рынок Латвии. Если правительство хочет улучшить ситуацию с наличием продовольствия, надо повышать покупательскую способность населения. Вот, снижение НДС было бы правильным шагом. В Латвии этот налог – один из самых высоких. Для усиления местных производителей нужны решения по укреплению их экспортного потенциала и развитию взаимного сотрудничества. Это были бы реальные и эффективные решения, тогда как политики, похоже, предпочитают популизм и пустую болтовню, считает Крузетес. Картельные сговоры сетей супермаркетов в Латвии до сих пор не выявлялись. А вот в Литве 10 лет назад сеть Максима и кондитерское предприятие Мантинга оштрафовали почти на 20 миллионов евро за нарушение закона о конкуренции. Было установлено, что компании более 10 лет искусственно удерживали уровень цен на продукцию Мантинга в магазинах Максима по предварительному сговору. В отношении других сетей Литвы доказательств оказалось недостаточно. Что говорит Рими Латвия? Это предвыборная компания. Лучше снизить налоги. О ценах мнений есть у каждого. В основном негативное. Утверждает председатель правления Рими Латвия Валдес Турлайс. Цены всегда слишком высокие, а виноваты всегда торговцы. Турлайс считает нечестным винить в росте цен только торговцев, а для снижения цен не видит лучшего способа, чем конкуренция. Не только торговцев, но и поставщиков. Желание политиков регулировать цены он называет началом предвыборной кампании. Его мнение – конкуренция в торговле продуктами всегда была жесткой, а последнее время лишь усилилось. Покупатели внимательно сравнивают цены и ищут лучшее предложение. Чтобы гарантировать большие объемы по низкой цене, нужны предложения от поставщиков. Латвия отстает по части кооперации, модернизации и инноваций от Литвы и Эстонии. Турлайс призвал политиков заняться стимулированием и кооперацией производителей, чтобы усилить их конкурентоспособность. Это и отразится на конечных целях. Новости. Про высокие наценки Турлайс называет полной чепухой. Если в среднем по Европе наценки торговцев 4-5%, то в сети Реми 2,7%, а рентабельность около 15%. Он предлагает сравнить это с прибылями в сфере энергетики и других отраслей. Турлайс отрицает, что наценки на импортные продукты ниже, чем на местные и считает необоснованными упреки в дискриминации местных производителей. Он утверждает, что только на маркетинг товаров местных производителей Реми по собственной инициативе потратил более 2 миллионов евро за последние 5 лет. В ассортименте сети 50% местной рыбы, 70% молочных изделий, 80% хлеба, 60% мяса, 75% яиц. В целом ограничения для розничных сетей и целенаправленная защита своих идут в противоречие с основными принципами свободной рыночной торговли, говорит Турлайс, и вредит всем участникам. Он напоминает, что венгерское руководство уже пробовало такой путь. Еврокомиссия начала процесс по нарушению конкуренции. Председатель правления Реми в Латвии предлагает для стимулирования покупок местных товаров снизить ПВН на свежие продукты до 12%. Таким путем пошли многие страны, где уровень жизни выше. В Германии налог 7%, в Польше 5%. В Ирландии на многие продукты не применяется. В Латвии снизив цены на фрукты, овощи, молочные продукты, мясо, рыбу, зерновые продукты. Можно значительно повысить акциз на сладкие напитки, сладости, снеки. У них большой срок годности и зачастую импортное происхождение. Тогда польза была бы у всех, считает Турлайс. Что говорит Максима? Максима. Шестой год – самый прибыльный бренд. Конкуренция в сфере розничной торговли всегда была жесткой, настаивает представитель Максима Латвии Леена Дупате Угала. Независимо от деятельности игроков рынка или политических решений, мы продолжим фокусироваться на важных для общества направлениях, недорогих продуктах, заботясь при этом о качестве и местном производстве в наших магазинах. Она обращает внимание, что сеть постоянно реализует краткосрочные и долгосрочные инициативы по снижению цен, уделяя особое внимание низким ценам на продукты, составляющие основное питание – молочное, хлеб, овощи, яйца и мясо. Представитель Максима настаивает, что поддержка местных производителей для сети один из приоритетов. Почти каждый третий товар в ассортименте Максима Латвия производится в Латвии. Выход бренда Лидл на латвийский рынок в 2021 году резко увеличил конкуренцию между торговыми сетями, заявила представитель Лидл Латвия Зана Нельке. Это признает и совет по конкуренции. Сегодня в сети 30 магазинов. И сеть Лидл продолжает расширяться как в Риге, так и в других городах Латвии. Для того, чтобы продемонстрировать низкий уровень цен в своих магазинах, Лидл каждую неделю публикует сравнение стоимости продуктовых корзин в разных торговых сетях. Об идеях Минэкономики, по мнению Нельке, говорить пока рано, поскольку конкретные предложения будут подготовлены во второй половине ноября. Ребят, я вам прочитала эту статью. Ссылочку, как всегда, я вам бросаю под роликом. Там увидите еще. Увидите описание. И там будет ссылка на эту статью. Вы можете почитать и сами. А сейчас мы перейдем с вами на комментарии. В прошлом видео мы не разбирали с вами комментарии. Сейчас мы будем разбирать. Не забудьте поставить моему ролику лайк. Не жадничайте. Кто не подписан, подписывайтесь. И пишите хорошие, добрые комментарии. Злые комментарии я удаляю. Мы идем сейчас на комментарии. Мой не прошлый, а позапрошлый ролик был о цене на электроэнергию. Я вам говорила о том, что мне пришло письмо из Электрума о том, что снизится цена с Нового года. Ребята, я не знаю, с чем это снизится. Может быть, это снизится только мне, потому что люди писали, что им уже снизили с июня или с июля. Поэтому я вам оставляла контакты Электрума, телефон, почту, чтобы вы сами позвонили и узнали. Кто позвонил? Молодцы. Напишите, кто позвонил и узнал. Хорошо? Ну, я немножко комментариев вам почитаю. Все не буду, потому что очень много. Но все-таки самые хорошие или те, которые мне попадутся. Я вам прочитаю. Хорошо? Надежда написала. Я перешла на ТЭД. Электричество плачу в два раза меньше, чем платила в Болтком. Ну, такое может быть. Я еще в Электрум. Я наоборот, от Латвия с газой отказалась, пошла в Электрум. Они мне сказали, что у них будет дешевле. Пока не знаю. Посмотрим. Едвига у меня спрашивает. Здравствуйте, Тамара. Вы платите за использованные квадраты или у вас выровнены? У меня выровнены. Так, Инц написал. Это хорошая новость от Электрум. Конечно, всегда радует, когда что-то будет дешевле. Тем более, что мы переходим на Электрум с декабря. Бита нас ободрала в этом году, не дай Боже. Спасибо, Тамара, за ролик. Очень приятно, что вы сегодня больше улыбаетесь и шутите. Значит, все хорошо. И это очень нас радует. Излучайте позитив и веру в хорошее. Я вам желаю, ребят, только хорошего. А что нам еще надо? Марсика сегодня не было видно. Наверное, утомился и заснул. Большой вам привет от мамы. Хорошего вам настроения. Ждем новых хороших новостей. Ну, я еще буду искать хорошие новости. Я просто в одном ролике не могу вам все как бы дать в кучу, да. Но у меня есть еще две очень хорошие новости. Поэтому одна будет из вид. А вторая новость будет связана с медициной. Тоже очень хорошая новость. Так что следите за моими роликами. Вам понравится. Ну, вот, Лилия написала. Цена на электричество снизили с июля 2024 года. С 18 центов на 13 центов. Так что давно плачу по сниженной цене. Ну, это ж хорошо. Я вас поздравляю. Это всегда радует, когда ниже. Правда? Хуже, когда выше. Римманс написала. А на самом деле цена на электроэнергию Это такая непонятная цифра. Все зависит от потребности домохозяйства. Легче всего сравнивать потребность в электроэнергии. И, соответственно, цену за это удовольствие. Моя потребность в год – это примерно 10 тысяч киловатт часов. И стоит оно примерно 500 евро. Риммансы – это так много. Вы так много электроэнергии живете. Это ужас один просто. У вас, наверное, отопление электрическое. Поэтому так дорого. Во-первых, я хочу поздравить Римманта с приобретением новой машины. Он купил красивую машину – электромобиль. Я вам сейчас покажу фотографию. Он еще написал, что государство поддерживает приобретение электромобилей гражданами. Господдержка составляет 4500 евро. Но есть одно условие. За 5 лет владелец должен накатать более 50 тысяч километров. Но это если ездить далеко, можно накатать. А так как я сижу дома, вряд ли я накатаю. И еще он написал, что господдержка еще есть. Если есть трое и более детей до 18 лет, то поддержка составляет 9000 евро от государства. Представляете, как здорово. Покупаешь машину – тебе еще и государство денежку дает. Так, и давайте перейдем сейчас на комментарии второго ролика, вот предыдущего, то есть уже, да. Он как раз взаимосвязан с этим роликом, с этой темой, которую мы сегодня с вами разбирали, да. Поэтому комментарии будут очень похожи. Но вы еще пишите другие, новые пишите. Они мне интересны. Я вообще люблю дико читать. Вообще всем вам отвечаю, если вы заметили, да. Но стараюсь. Я думаю, что я не пропускаю. Но все равно пишите. Так. Ну вот то, что я вам говорила, что правящие политики хотят понизить цены в супермаркетах, да, на продукты питания. Вот. И вот эти комментарии, да. Вот что пишет Инс. Спасибо за хорошие новости. Конечно, целесообразнее продать товар дешевле, чем выкинуть на помойку. Сам я тоже частенько покупаю в Максима товар с оценкой. Ничего плохого в этом не вижу. Если срок годности позволяет, а товар дешевле. Почему нет? Ну, конечно, хорошо. И вот я очень часто в Риме покупаю. Ну, мне как-то удобнее. У нас Максима очень маленькая. Там припарковаться трудно. В Риме огромная такая стоянка. Я всегда там паркуюсь. И там я вижу ценку на хлеб. Хороший хлеб. У меня берутся дешевле. Бывает и 50%. Бывает и 60% меньше в миру. Я не могу не прочитать Аллу. Она такая умничка. Она всегда мне пишет комментарии. Хотя, может быть, ее это и не интересует, эта тема. Но она всегда приходит на мои ролики. Она приходит ко мне в гости. Аллочка, я читаю ваш комментарий. Как всегда. И послушала вас интересом. И каждый, каждый комментарий прочла. Спасибо вам, Тамарочка. Аллочка, спасибо вам большое, что приходите на мои ролики. И здорово идти со мной. Так, Валентина написала. В Англии и Германии есть магазины, которые просрочку раздают людям. Но наши торговцы на ремне удавятся от такого предложения. Элвин оценка на продукты года 4 назад была 90%. А сейчас, наверное, 190%. Даже не сомневаюсь. Ну, наверное, мы дождемся. Наверное, все-таки просроченный товар будут продавать. Ну, не совсем уже просроченный, да. А когда вот уже срок годности вот-вот-вот-вот истекает. Раньше вот за сутки, да, распродавали. А вот правящая партия, она говорит, что за 4-5 суток. Давайте, снижайте цену. И люди, конечно, будут покупать, чем потом выбрасывать. Правильно? Хотя бы животным отдавали бы. Я уж прям не знаю. Но животных, наверное, тоже берегут. Не отдают там просроченный очень товар. Ну, не знаю. Я бы покупала. Потому что у меня в холодильнике стоит. Бывает и просроченный. У меня сын один раз приехал. Говорит, мам, надо тебе почистить твой холодильник. Я говорю, да не трогай, я это съем. Нет, говорит, не надо. Он привык, он в ресторанах работал. Там настолько все прям, не дай бог, какая-то просрочка. Ну, что, дорогие мои. Я надеюсь, что я вам еще создам хорошие ролики с хорошими темами. Но я думаю, что эта тема очень актуальна. Я думаю, что вы посмотрели мой ролик до конца. Спасибо вам большое. Вы лайк не забыли поставить. Не забывайте. И до встречи.